О приезде руководителя региона здесь знали заранее. У работников крупного племзавода «Победа», которые живут в домах прямо на территории фермы, накопилось немало вопросов. Нечем добраться в райцентр, до ближайшего магазина несколько километров, а для досуга детей нет даже песочницы. У нас нету площадки. Просто детской площадки? Да. Сколько нам на время? В течение месяца мы. Давайте два месяца мы берем. До 1 августа у вас песочница, качельки. От проблем социальных к проблемам аграрным Вениамин Кондратьев переходит уже в самой ферме. Поголовья молочного стада становятся все меньше, снижаются и надои. Директор предприятия жалуется на нехватку квалифицированных кадров и неэффективную генетическую селекцию. Беспокоит и качество кормов. Мы заготавливаем корма. Но у нас даже в Краснодарском крае нет лаборатории, которые правильно оценили эти корма. Мы везем в Клин, там в лаборатории исследуем. Нет уверенности. Это не отдельная ферма, отдельное предприятие. У нас одно общее, большое предприятие. Это Кубань. Вот поверьте, не отталкивайтесь от проблемы каждой. Вы подадите к проблеме того, что это на самом деле для всех, для всего края, региона. То есть сделайте вот ту модель, которая позволит всем фермам быть объединенными под общими вашими моментами, связанными с тем, что нужно для всех. А это уже калория. Завод по переработке молока. Кондратьеву показывают цеха, где делают сметану, творог, кефир и элитные сорта сыров с белой и зеленой плесенью. После ввода санкций этот завод один из первых освоил технологию их производства. Сегодня эти сыры вместо импортных уже заполонили прилавки кубанских магазинов. Теперь стоит вопрос о выходе на российский рынок. Мы сегодня готовы направлять и сметану, и кефир, и многой продукции. 270 наименований делаем продукцию. То есть вам нужна интеграция в торговые сети? Да. Мы во всех торговых сетях есть. Но нам надо выходить на федеральный уровень. Закрывать глаза на то, что проблемы со сбытом влияют на всю сельскохозяйственную отрасль региона дальше нельзя, говорит Вениамин Кондратьев на совещании. В Каневскую приехали 700 аграрьев со всего края. Глава региона сразу предлагает отойти от ненужного никому зачитывания чиновничьих отчетов. Хотел бы поменять формат данного совещания. Обычно текст, который здесь зачитывается, выходит докладчик, который что-то докладывает. Все его слушают. Ну, мне кажется, может быть, в этой правильной части каждый остается при своем мнении. Зал при своем, президиум при своем. Я не хотел бы превратить данное совещание в театр трех актеров. А в зале поставили микрофоны? Стоят. Несколько минут неловкого молчания в зале. Аграрии явно не ждали, что любой из них сможет предложить главе региона свое видение решений сельскохозяйственных проблем. После недолгой паузы вопросы задавали в течение нескольких часов. Почти половина о том, как сбыть полученную продукцию. Чтобы мы не производили, мы не можем продать. Ну, до 60% томатов пропадают на поле. Сегодня мы все готовы создать кооперативы фермеров, которые будут гарантировать производство объемов продукции. Той, которая вырастает. Но фермер должен только вырастить и отдать. Вы сейчас печетесь о себе. Я вас понимаю. Но, понимаете, я не только за фермерское движение, чтобы фермеры продавали. Я хочу, чтобы и бабушка продавала, и средний бизнес сельхоз продавал. Поэтому мне нужен тот оператор, который все в себя возьмет. Главное, что сам принцип верен. Сам принцип абсолютно. Так сделано. В Турции так сделано. В Польше так сделано. В Китае. Спасибо. Услышал. По сути, предлагается создать в крае систему логистических центров, которые гарантированно будут закупать продукцию у всех производителей. От мелких до крупных. Когда фермеры не будут ломать голову, куда продать свой товар. Объемы производств, естественно, вырастут, говорят аграрии. А сейчас они из-за логистической дыры порой падают в ужасающих масштабах. Я думаю, около 80%. Это реальная цифра. Около 80% то, что можно сейчас производить, но его не производят. Или что-то теряется, или кто-то отказывается просто от этого бизнеса, потому что нет гарантии сбыта. К вопросу о сбытии вдогонку фермеры говорят и о сложности доступа в торговые сети. Венемин Кондратьев успокаивает. Сетевым магазинам сейчас дают ясно понять. Внутренний рынок региона должен заполняться кубанскими продуктами. Но выполнение доктрины продовольственной безопасности зависит не только от сбыта продукции, но и от перерабатывающей промышленности. А чтобы загрузить ее максимально, нужно сырье, которого хватает далеко не всегда. Особенно заметно это в отрасли животноводства. Нам нужно выстроить опять сырьевые зоны, определить мясокомбинаты, которые будут работать откровенно и честно с теми, кто поставляет сырье. Заключить договоры соответствующие. Может быть, нам придется поднапрягться этим мясокомбинатам, помочь приобрести подвижной состав, чтобы легче было ветеринарной службе контролировать передвижение транспорта по территории края. И таким образом мы могли бы выстроить систему по увеличению производства мяса. Нехватка сырья. Мясо свинины, в том числе и говядины. Пищевая промышленность у нас шагнула далеко в модернизации. Я объездил не только мясное направление, но и консервные заводы, которые ждут сырье от нас с вами. Спустя почти два часа собравшиеся возвращаются на землю. Если с ее оформлением есть проблемы, то не будет ни нормального животноводства, ни растеневодства. Не сдержавшись, фермер из Кореновского района признается главе региона. Сложности с оформлением земли у него тянутся годами и просят помочь решить проблему. У нас развелись, будем говорить, князьки на местах. Местная власть до сих пор, начиная с октября месяца прошлого года, мы не можем подписать согласование, просто поставить на новые кадастры. Наши земли, которые выделены постановлениями. Вы не поверите. Вот мне 59 лет, гонят с кабинетов. Дмитрий Николаевич, если полгода глава муниципальных образований, если проблема не уйдет, то у них уйдут полномочия по распоряжению и переспределению данных участков фонда переспределения. Вопросов из зала накопилось много. Кто не успел спросить лично, написали главе региона записки. Было решено после сегодняшнего разговора отдельно провести совещание по каждой из отраслей сельского хозяйства. Проблема только постановкой задач и планок не решится. Она решится только совместным трудом и совместными решениями и алгоритмом. Я поручаю вам подготовить проект поставления губернатора, где создать при губернаторе аграрный совет, где мы вместе, именно вместе будем вырабатывать те решения, которые будут способствовать решению тех задач, которые сегодня прозвучали на данном совещании. Мы должны прийти к общей модели. Слова это не слова, но по-другому мы не выживем. У нас нет отдельных колхозов, предприятий или акционерных обществ. У нас одно большое общее предприятие. Это агропромышленный комплекс Краснодарского края. Войдут в совет не столько чиновники, сколько сами фермеры, начиная от небольших хозяйств и заканчивая крупнейшими предприятиями региона. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Каневской район.